привет друзья сегодня мы с вами начинаем по многочисленным просьбам супер вкусную тему бургеры да да мы будем с вами делать все булочку котлетку соусы и так далее и так далее так далее рецептов бургеров существует ну я не знаю сотни а может быть даже тысячи конечно все началось с обычных бутербродов с говядиной но в итоге все вышло из-под контроля на сегодняшний день бургеры делают овощные мы будем с вами тоже их делать вегетарианские со свининой с курицей с морепродуктами мама родная с чем их только не делает но сегодня мы с вами начнем с классики мы с вами сделаем хорошую вкусную булочку бряж такая как и должна быть которая не раскисает держит свою форму я вам покажу как сделать правильно котлетки паттис как их называют в англоязычных странах сделаем с вами соус биг мак ну в моей версии как всегда в двух словах о истории гамбургера возможно многие из вас даже не задумывались название происходит от города немецкого города гамбург в начале 19 века огромное количество иммигрантов из германии поехали в америку в 1923 году в канзасе открылся первый небольшой ресторанчик который начал готовить гамбургер с немецкого языка кстати гамбургер переводится приблизительно так кто-то или что-то из гамбурга получается что вот немецкие повара делали вот такой вот многослойный горячий бутерброд уже в сороковом году появилось много различных ресторанчиков которые поняли в чем тут соль и начали делать подобные прекрасные бутерброды конечно лидер мировой лидер стал макдональдс вот именно от макдональдс это блюдо разошлось по всему миру и стала невероятно любимым конечно его назвать диетическим крайне сложно жирная котлета жирный соус ну что поделаешь иногда можно себя побаловать устроить хороший праздник для себя для своей семьи и для своих друзей с чем очень хорошо сочетается бургер конечно с картошкой фри сегодня я вам покажу супер простой рецепт ну скажем так адаптированный в будущих своих видео я покажу как правильно сделать картофель фри как вот в ресторане давайте приготовим картофель фри это будет скажем так и кантри стайл деревенский стиль берите 4 картофелины вот средней величины хорошо и помыли залили водой холодной ставим на плиту столовая ложка соли вода должна быть очень и очень хорошо соленая лук чесночок пары лавровых листов варим картофель до мягкости вот насколько вы можете сварить чтобы он не развалился но был мягкий вот до такой степени его варите сварили его охладили и оставили на ночь мы с вами его будем использовать только завтра вот ребята картофель я сварил его вчера он полностью холодный вареный сегодня мы его с вами будем готовить во фри убираем сторонку пусть ждет своего часа давайте приготовим булочку бряжь та самая булочка которая идеально сочетается с нашим мясом и со всей этой начиночкой у нее слегка такой сладковатый вкус она на основе сливочного масла невероятная вкуснятина можно обкуснуть ее просто так без всякого бургера просто можете приготовить хлеб с маслом сырочек горячий кофеек или чаек мама родная это просто невероятная вкуснятина это стандартный стакан молоко 50 миллилитров если будет 70 это не страшно обычное жирное молоко три с половиной процента набираем горячую воду температура должна быть в среднем 40 градусов сухие дрожжи 7 грамм все высыпаем в нашу 40-градусное молочко с водой чайная ложечка соли 2 столовых ложки сахара я как всегда использую тростниковый смешали в сторонку 450 грамм обычной муки сливочное масло 100 грамм отправляем в муку и растираем его очередной фокус-фокус конечно обычно булочку бряш масло вбивают уже в тесто чаще всего булки для бряш делают именно в миксере планетарном а я хочу показать вариант приготовления булочки вот самый простой как обойтись без миксера совершенно верно получается крошка крошка да то есть масло полностью вмешать в тесто покажи крошечку ведь она жирная уж такое так наш состав дрожжи сахар соль молоко вода пропорции вы уже все видели отправляем это все смешать как вы видите составчик не слишком богатый и не слишком все замудренно правильно тесто у нас с вами получается достаточно такое жидкое муку не досыпаем больше сейчас самый неприятный момент его немножко надо вымесить вы скажете елки-моталки а как же его месить то нужно вот такой вот жидко если у вас нет такого приспособления обязательно приобретите вот эта вещь она очень и очень удобно вы же обратили внимание как часто я использую для овощей вообще эта штука именно для теста да очень удобно мы сейчас с вами делаем глютеновую сетку для того чтобы тесто на сами получилось эластичным воздушным мягким принципе 5 минут вполне достаточно наша миска отправляем тесто готово мешок так чтобы не было доступа к воздуху да я разогрел духовку на 40 градусов не более отправляем в духовку нот или в теплое место если у вас и таковое имеется на час двадцать нам необходимо чтобы тесто увеличилось как минимум в три-четыре раза ну друзья пришло время приготовить котлетки мясо какое нужно мясо для того чтобы сделать идеальные сочные котлеты для бургера или же пати как называют на английском языке я например сегодня буду делать из стейков рыбай о стейках я очень много говорил в нашем видео о стейках но есть и достаточно бюджетные места это например грудинка или же брискет идеальное место для того чтобы приготовить котлеты для бургера кстати котлету нужно делать таким образом 70 процентов у вас должно быть постное мясо 30 процентов говяжьего жира ну вот допустим рыбай это все идеально показано вот посмотрите какой замечательный стейк жирок мяско все гармонично ориентировочно 70 процентов постного 30 процентов жирности грудинка одно из самых лучших мест для не считая стейка для приготовления патис второе место это лопаточный отруб он по суше но тем не менее тоже достаточно жирный во всяком случае когда идете к мяснику смотрите так чтобы пропорции мяса и жира были ну те как я и сказал и еще шея она еще более бюджетная она более сухая но тем не менее тоже идеально подходит кстати вы можете делать микс например купить один стейк и допустим кусочек грудинки ну или же кусок ноги в конце концов и кусочек грудинки конечно же если у вас нет финансовой возможности такой чтобы покупать дорогую говядину можно покупать самую дешевую для фарша в принципе подойдет все что угодно по поводу фарша я вам ну не рекомендую покупать готовый фарш в магазине потому что если вы предпочитаете котлетки с кровью розовые так чтобы они были сочными из фарша покупного это очень опасно сделать фарш это вещь такая как в которой очень быстро болезнетворные бактерии размножаются покупая фарш в магазине это как русская рулетка вы не знаете никогда что как и какое мой при каких условиях содержалось это мясо поэтому такие котлеты готовить только волдан хорошо прожарены так чтобы все микроорганизмы которые там существуют все погибли и ваша семья не заболела котлеты для бургера и стейк это разная история стейк я рекомендую доставать заранее за полчаса может быть даже за час для того чтобы он прогорелся чтобы он был комнатной температуры а вот котлеты для бургера их нужно готовить в самый последний момент потому что они готовятся достаточно быстро в среднем 7-8 минут и они должны быть холодными как только мы с вами сделаем фарш я сразу его формирую котлеты и отправляю в холодильник и жарю буквально перед самой подачей когда мы делаем обычные котлеты вы можете их месить руками столько сколько угодно добавлять туда и лук и чесночок и так далее так далее так далее в котлет или для бургера добавлять ничего никогда не нужно все кто добавляет лук ребята вы портите вот шедевр вы портите зачем в бургере все есть там острый соус там салат там бекон сыр свежий лук все есть ребята оставьте котлету в покое только соль и перец больше ничего и вы ощутите настоящее совершенство все кто добавляют лук чеснок и прочие прочие ингредиенты они не понимают настоящий вкус бургер когда мы с вами делаем котлеты для бургера нужно максимально уменьшить контакт с руками потому что жир во время контакта если вы будете его месить он начнет плавиться то есть мы с вами уже исказим картину когда котлета будет жариться жир очень быстро после того как он уже подплавится под вашими руками начнет плавиться на сковородке тем самым мы с вами будем терять сочность поэтому котлетки мы с вами будем готовить все только за счет мясорубки решетка решетка на вашей мясорубке выбирайте самую крупную не мелкую дело в том что мы с вами будем пропускать фарш дважды мясо из холодильника холодная видите у нас с вами получился фарш достаточно крупненький такой как будто бы я его ножом порубил но мясо и жир у нас с вами вразнобой нет единой какой-то такой картины поэтому сейчас мы с вами будем пропускать еще раз многие скажем так эксперты но в кавычках начнут меня сейчас критиковать что ты граде это можно два раза пропускать через мясорубку лучше всего рубить только ножом и прочее 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 ребята делайте как вы хотите именно во всех ресторанах которые делают бургеры всегда фарш пропускается дважды дважды даже супер повара это делают потому что если она сейчас начну вот это все руками перемешивать я уже вам объяснял мы замылим жир нам нужно так чтобы был перемест холодные и равномерные у нас были распределены и жир и постное мясо поэтому я сейчас этот фарш пропущу еще раз у нас с вами бургер получится 10 сантиметров в диаметре вот так поэтому нам нужно сделать котлету чтобы она была сантиметров 11 12 во время жарки котлета естественно немножко сожмется для того чтобы наш бургер был гармоничный мы видели красивую картинку нам нужно сделать правильно котлетку я буду делать котлеты 150 грамм все взвешивайте вот замечательные котлетушки теперь что мы делаем с ними дальше как я уже говорил котлеты ни в коем случае не нужно мять руками вы спросите а каким же образом сформировать красивую форму сделайте себе вот такое кольцо видите я его делаю вот из таких вот кейсов обычно виски хорошая водка ром продаются вот в таких картонных коробках эти она очень плотная диаметр среднем 10 сантиметров нам это устраивает я делаю вот что хороший нож вот так вот все это дело нарезаю одного такого кейса вам хватит ну точно на год пекарская бумага формочка так вот накрыли придавили металлической лопаткой разровняли поля такая вот у нас с вами получилась котлетка вытащили сделали красивый краешек закрываем бумагой и делаем необходимый диаметр те самые 12 сантиметров красавица так делать и равномерно так чтобы каждый край был одинаковый ну вот такая вот история вот такой лайфхак таким вот образом делаем с вами остальные котлетки ребятки котлеты наши готовы видите каждую я положил бумагой закрываем пленочкой отправляем холодильник достаем из холодильника самый последний момент перед тем как начинаем жарить котлеты и собирать бургеры